В Северной Осетии не хватает машины для своевременной транспортировки медицинского кислорода, а девять карет скорой помощи, которые направили в республику месяц назад, все еще не вывели на линию. Сделан огромный объем работ по направлению энергетики, по направлению водоснабжения. Все меньше времени остается до очередного отопительного сезона. В каких регионах страны он уже начался и когда заработают котельные в Северной Осетии. Аллея была ужасная, можно было даже и ногу поломать здесь. В Пардоне отремонтировали аллею на улице Советов. Как долго длились работы и как обустроили прилегающую территорию. Минимальный размер оплаты труда со следующего года превысит 13 600 рублей. Таким образом вырастет заработная плата почти 3 миллионов человек. Об этом заявил премьер Михаил Мишусти на заседании правительства в режиме видеоконференции. Напомним, президент России Владимир Путин в декабре прошлого года подписал закон о новой методике расчета МРОД и прожиточного минимума с 1 января 2021 года. Теперь они рассчитываются исходя не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Это срединый доход, при котором половина граждан получает меньше этого уровня, а половина больше. Закон также закрепляет требования о том, что размер МРОД должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране на очередной год. Бюджет национального проекта «Жилье и городская среда» в следующем году планируется увеличить на 21 миллиард рублей, но при этом уменьшить в 2023 и 2024 годах на 83 миллиарда рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на ближайшие два года. Наибольшие изменения параметров бюджета связаны с федеральным проектом обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. В 2022 и 2023 годах предполагается дополнительно направлять 22,5 миллиарда рублей ежегодно на новую программу расселения аварийного жилищного фонда. Речь идет о тех домах, которые признали таковыми после 1 января 2017 года. Ранее президент России Владимир Путин выступил с предложением запустить новую программу, по которой будет расселено жилье, признанное аварийным на 1 января 2021 года. Глава государства уточнил, что по всей стране это более 11 миллионов квадратных метров. Он также поручил в качестве первоочередного шага направить на эти цели 45 миллиардов рублей. В республике не хватает машины для своевременной транспортировки медицинского кислорода. Об этом стало известно на заседании оперативного штаба. Сейчас в Северной Осетии три машины для доставки кислорода, но этого недостаточно. Проблемы с обеспечением кислорода отметил и главный врач РКБ Астан Мициев. Он доложил, что в день расход в медучреждении 11 тонн. Запасов хватает на полтора дня, но в последнее время машина с кислородом приезжает за 2-3 часа до окончания резервов. Сергей Миняйло отметил, в республике должна быть организована бесперебойная поставка медицинского кислорода и рассчитан план действий на случай непредвиденных ситуаций. Глава поручил договориться о поддержке военных в Моздокском районе и направить часть резервных кислородных баллонов в РКБ. На заседании также сообщили, что 9 новых карет скорой помощи, которые направили в республику месяц назад, все еще не вывели на линию. Вопрос в оформлении документов с Министерством промышленности и торговли России. Сергей Миняйло поручил в кратчайшие сроки решить проблему и призвал министров и руководителей ведомств работать оперативно и сообща. Отопительный сезон начался уже в 36 регионах России. В нашей республике тепло в дома подадут с 15 октября. Прогноз погоды говорит о том, что раннего старта отопительного сезона не будет. Вопросы подготовки к зиме и прохождения осенне-зимнего периода всегда стоят остро. Батрас Загуров подробнее. Котельная на улице Кутузова – самая крупная в Рестонском тепловом районе. В сезон здесь работает два котла и еще два в резерве. Это удобно, говорят специалисты. При необходимости всегда есть замена. Котельная полностью автоматизирована. Это повышает эффективность и снижает затраты. Если раньше операторам приходилось делать все, где-то допустим пошла утечка и манометр показывает, что давление упало, подпитывали весь вручную. Это трудоемкая работа. Сейчас же есть частотники давления, которые оператору, тут один человек, смотрит только на манометр. И в случае чего автоматически он регулирует подпиточные частотники. Котельная обслуживает 60 зданий района. Это многоквартирные дома, школы, детские сады. За последний год проблем с отоплением и горячей водой не было. Ликвидировали утечки в тепловых сетях. Сейчас в республике 191 котельная. Практически все готовы к работе. Сделан огромный объем работ по направлению энергетики, по направлению водоснабжения, водопведения, по подготовке многоквартирных домов, по подготовке объектов теплового хозяйства. Остались только завершить работы в правобережном районе две котельные, а все остальные котельные таких муниципальных образований, как Горлари-Кавказ, Алагирский район, Моздовский район, Пригородный район. Вот Иравский район, Дегорский район, они уже готовы к началу отопительного сезона. Отопительный сезон начнется 15 октября. Далее все зависит от средней температуры воздуха. Если пять дней подряд она ниже 9 градусов Цельсия, тепловые сети запускают отопление. Батрас Загуров, Давид Бетиев, Алан Абзыкова. Новости о сети. Во Владикавказе продолжаются работы по благоустройству. Реконструируют сквер памяти ликвидатором аварии на Чернобыльской АЭС. Любителям пеших и велопрогулок станет комфортнее. Спецтехника демонтирует старое покрытие. Устанавливают новое освещение, обновляют скамейки и урны. По словам представителей администрации города, работы в сквере начали три года назад. Благоустройство сквера по улице Калоева, Калинина было начато еще в 2018 году. Там был проведен ряд мероприятий. До этого года были проведены три этапа благоустройства данного сквера. Мы также планируем продолжить работы. Потребность в данном сквере очень большая, так как рядом находится очень много жилых домов и очень много людей там проводят свой досуг. Строительство мостового перехода между селами Феогдон и Рассвет подходит к концу. Старый путепровод не соответствовал нормам безопасности. Во время обильных дождей проезд через мост был невозможен, а на некоторых участках асфальт и вовсе отсутствовал. Сейчас на мосту установлены оградительные сооружения, новое асфальтовое полотно и пешеходные дорожки. Также завершаются работы по благоустройству прилегающей территории. Протяженность нового моста около 56 метров. Движение по нему возобновлено. Ремонтные работы планируют завершить к концу этой недели. Мост между Феогдоном и Рассветом нами обследован в 2018 году. Его состояние уже тогда определялось как аварийное. К нами были приняты меры по разработке проектно-сметной документации, получение положительного заключения госэкспертизы. Потом обращались в правительство, обращались в комитет дорожного хозяйства. И спасибо им большое. С их помощью финансовой за последние два года мы эту проблему сейчас закрываем. Движение осуществляется уже по новому мостовому переходу. Старый мостовой переход демонтирован, подходы к мосту обустроены, тротуары, дорожная разметка нанесена. Сейчас остаются еще небольшие работы по берегу укрепления. Мест для прогулок и отдыха у жителей Ордона стало больше. По федеральной программе «Комфортная городская среда» там отремонтировали аллею на улице Советов. Также обновили дорожное полотно, которое ведет к центральной районной больнице. Новые лавочки, хорошее освещение, зеленая зона. Подробнее в материале Лады Дзукаевой. Ремонт аллеи на улице Советов жители Ордона ждали не один год. Исторический сквер сегодня выглядит совершенно иначе. Брусчатка, новые лавочки, зеленая зона и освещение. Все эти новшества появились благодаря федеральной программе «Комфортная городская среда». Аллея была ужасная. Можно было даже и ногу поломать здесь. А сейчас, в данный момент, очень хорошо сделали. Аллея красивая, удобная. Ребенок бегает с удовольствием. Также сделали дорогу, по которой можно пройти, не опасаться, что ты упадешь, ногу поломаешь. Дорожное полотно по просьбе районной администрации также отремонтировали в кратчайшие сроки. Теперь здесь обустроены пешеходные дорожки, новые бордюры и асфальт. Ровное дорожное полотно особенно важно для водителей корет скорой помощи. Теперь они смогут доставлять пациентов до больницы быстрее. Работаю водителем скорой помощи уже 35 лет. «До сегодняшних дней дорога была абсолютно плохая. Невозможно было на большой скорости больных быстро доставить. А сейчас, секунды, считаю, что от центра сюда». Ремонтные работы на аллее продолжались более полутора лет, а дорожное покрытие реконструировали летом. В прошлом году в связи с окончанием работ по благоустройству аллеи заранее были запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия. В связи с тем, что здесь очень большое количество транспорта проезжает, наши социальные учреждения, многие расположены именно на этой магистральной улице. И приоритет был отдан сюда. И с начала лета практически эти работы на данный момент уже почти завершены. Осталось знаки дорожные установить и всё. В этом году в Ордоне по этой же программе благоустроили три территории во дворах многоквартирных домов. В ближайшее время отремонтируют ещё несколько дорожных полотен. Также на очереди игровая зона на улице Ленина. Лада Зукаева, Алан Абзыкова, Новости Осетии. Школа в селении Сунжа будет носить имя генерал-майора авиации Руслана Бедоева. Инициатором мероприятия стали активисты Общероссийского народного фронта. Напомню, программа «Имя героя школи» действует с 2014 года как федеральный проект, основная цель которого – развивать у учащихся интерес к более глубокому изучению истории и культуры своей страны. Лидия Цахилова продолжит тему. В школьном дворе учащиеся, выпускники, педагоги и не только. Здесь и представители Общероссийского народного фронта, Совета ветеранов республики, Министерства образования и науки, общественность района. Повод особый. Присвоение основной общеобразовательной школе селения Сунжа имени генерал-майора авиации Руслана Бедоева. Сохранение памяти о наших героях – это наш долг, который мы должны исполнять. И вот на примерах, вот таких примерах, как для нас был Бедоев Руслан Александрович, конечно, нужно воспитывать подрастающее поколение. Молодежь должна видеть, знать, помнить о наших героях, о тех поступках, которые они совершали. Имя Руслана Бедоева известно далеко за пределами Осетии. Почти 30 лет он прослужил в рядах военно-воздушных сил. Дважды выполнял интернациональный долг – защищал небо Египта и Йемена. О прославленном выпускнике в родной школе не забывали никогда. Я, как сегодня помню, выпуск 63-го года, когда здесь стал Руслан Александрович. Как жалко было, что он тогда от нас уходил. Все мы его любили, он был всеми любим, потому что был настоящим человеком. Сегодня очень много говорят о том, что нет идеалов. Я вам скажу, ребята, он был идеалом как ученик, он был идеалом как офицер, он идеал как гражданин. Вот таких людей надо брать пример. Сертификат о присвоении школе имени Руслана Бедоева вручили директору. На фасаде здания установили памятную доску. Это стало возможным благодаря администрации пригородного района и при содействии родной сестры генерал-майора. Много было планов у него на будущее, но ничего не успел он претворить. Но то, что он увековечил, даже на Барбашовом поле, именно тех людей, которые к Осетии не имели отношения, всех национальностей, это тоже, вот, горжусь этим. То, что Руслан проводил, да, это как бы всем известно, военно-патриотическую работу. И я еще раз повторяюсь, не из-за того, что это мой брат, но такую работу я никогда ни у кого не видела. Сегодня как бы это замерло, да, вот хотелось бы, чтобы кто-то продолжил. Дети очень многое узнавали, очень многое про военных, и то, что именно эта работа нужна среди молодежи. Теперь школа селения Сунжа носит имя Руслана Бедуева. Мероприятие провели в рамках акции Общероссийского народного фронта «Имя героя школи». С 2015 года Общероссийский народный фронт по всей стране реализует проект «Имя героя школи». И в рамках проекта «Те школы, которые еще не носили имя», мы проводим мероприятие, где сами школы определяют того героя, именем которого хотели бы назвать школу. Руслан Александрович Бедуев, вдобавок ко всему, еще был членом регионального штаба Общероссийского народного фронта, занимался патриотическим воспитанием, проводил уроки мужества, уроки победы, постоянно общался с молодежью, был их наставником. Мы сами в такие трудные моменты всегда обращались к нему за помощью, за советом. В рамках проекта ОНФ «Имена героев» присвоены 32 школам республики. Лидия Цахилова, Игорь Войцеховский, Новости Осетии. В Северо-Осетинском госуниверситете проходит неделя адаптации для первокурсников. Студентам рассказывают о возможностях вуза. Благодаря программе адаптации они узнают принципы учебной и внеучебной жизни. Первокурсники исторического факультета побывали на кафедре математики и компьютерных наук. Для них провели ознакомительную лекцию. Показали техническое оборудование, на котором можно работать после занятий. Университет – это не про то, что пара начинается в 9 часов и заканчивается в 10.30. Университет – это многогранный мир, где каждый, вне зависимости от того, гуманитарий он или технарий, может найти себя. Наша цель – чтобы факультеты активно взаимодействовали друг с другом. И сегодня как раз студенты исторического факультета узнали, какую помощь им может оказать в их, например, грантовой деятельности факультет математики и компьютерных наук. Ультрамарафонец Иван Давыдов начал очередной забег под названием «Кавказская тропа». Спортсмен за 45 дней планирует преодолеть более тысячи километров. Маршрут проходит через Северный Кавказ. Сейчас он в нашей республике. В Северной Осетии он пробежит через Горную Санебу, Даргавс, Верхний Фиагдон, Нижний Унал и Махческ. Подробности в материале нашего специального корреспондента Георгия Дзапарова. Что не день так перевал, а то порой и два. От Каспийского моря в Дербенте до Черного в Сочи. 1200 километров через весь Северный Кавказ. Омский ультрамарафонец Иван Давыдов начал забег «Кавказская тропа» 2 сентября. Маршрут расписан буквально по часам. Дистанция впечатляет – 35 километров в день. В основном через горы. Спуски, подъемы, переменчивая погода. Но главное – кавказское гостеприимство. Именно из-за него Иван немного отстал от графика. Тем не менее, за 20 дней пробежал ровно половину пути. В Осетии спортсмен отдохнет, наберется сил и продолжит путешествие. Очень тяжелая трасса, большой перепад высот. Погодные условия бывают. В тумане по три дня бежал где-то. И отравление у меня тут было, и все подряд. И животные дикие встречаются. Но через преодоление – победа. Люди, культура, традиции Кавказа – это все, как бы, я немножко знаком, но тут прям углубился. То есть мне нравится пообщаться с людьми, с пастухами, обычными жителями. Изнурительный марафон, говорит Иван, – это пропаганда спорта и здорового образа жизни. Еще спортсмен хочет привлечь внимание к созданию Кавказской тропы. Но главная цель – благотворительность. Для Ивана это уже шестой крупный забег. Ранее аналогичные марафоны проводил в Таджикистане, Киргизии и Сибири. А после составлял художественный очерк. В нем делился впечатлениями о культуре и традициях разных народов. Путешествуя из региона в регион, Иван не перестает удивляться, как менталитет, темперамент и национальный колорит людей меняются вместе с природным ландшафтом. Традиции надо облести, соблюдать и прививать молодежи. Это очень важно и это плюсик очень большой. Люди совершенно другие, они сильные становятся, в них чувствуется сила. Георгий Запаров, Александр Каджаев, Новости Осетии. Это были все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова